Мелодия на память 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 Ну, я уверен, что у вас будет такой большой, в конце концов, семейный оркестр, ансамбль, и, в общем, потом дети будут прибавляться и с вашей стороны, и с их стороны, и в конце концов у вас будет такая настоящая... Дай бог, с внуками, да, выступить. Да, 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 ну это замечательно. У меня есть такое предложение, знаете, сразу что-нибудь споем. Вот я знаю, что у вас есть такая песня «До Рэми», что это за песня? Да, это детская песенка «До Рэми» называется. Слова написала великолепная молодая поэтесса Марина Гауэр. Вот, это целый проект. Коленька, ты, может быть, поподробнее можешь рассказать о детском проекте? Ну, вообще, я, как бы, мы совместно с Мариной решили создать, с поэтессой, вот... Наша музыка, ее слова. Создать такой детский проект, который был бы направлен на то, чтобы именно культура восприятия музыкального, она в наших детях, в наших современных детях, она как бы не падала на низкий уровень, потому что очень много кругом сэмпл, одни сэмплы, сэмплированная музыка. Очень много очень примитивной музыки. И, к сожалению, детей ставят на некий такой уровень. Вот, если мы посмотрим мультики, которые были в советское время, создавались, да, великие композиторы работали над созданием этих произведений, к этим мультфильмам. И там действительно была прекрасная музыка. И там звучала потрясающая музыка. Даже пусть там небольшой состав, пусть даже небольшой состав, но исполнение, подача, она по-другому абсолютно действует на психику ребенка, на его вдохновение, и по-другому его наполняет совершенно. И наши песни мы как раз постарались именно озвучить живыми инструментами. То есть это флейта, контрабас, виолончей, да, и гитара. Это это великолепно, да. Живой оркестр. Это великолепно, да, и гитара, и гитара, и гитара, и гитара, и гитара. Ре-ре-ре-ре, тянули репу, жучка, внучка, бабка, зет. Ре-ре-ре-ре, буре из гребки будут кушать на обед. Ре-ре-ре-ре-ре-ре, буре из гребки будут кушать на обед. Ре-ре-ре-ре, буре из гребки будут кушать на обед. Ре-ре-ре-ре, буре из гребки будут кушать на обед. Ре-ре-ре-ре-ре, буре из гребки будут кушать на обед. Ре-ре-ре, буре из гребки будут кушать на обед. А как мне не ругаться, сына? Она все-таки... Язык у вас основной русский в семье, да? Или говорится еще и по грузински? Нет, нет, основной русский, а мы можем петь и по-цыгански, и по грузински. Бывают обращения какие-то, вот там, иди сюда, или там, дай что-то. То есть какой-то минимум они знают. Бывает минимум, да. Но все-таки вы русскоязычные. Да, конечно. Я почему интересуюсь, потому что у меня сейчас тоже в семье проблемы, у меня дети растут в Америке. Я говорю, чтобы они говорили по-русски, а они, конечно, нравятся говорить по-английски. Ну, хорошо. Давайте мы, вот, мне просто интересно, вот я бы хотел, поскольку вы все говорили взрослые, у нас сегодня день защиты детей, давайте предоставим слово вашей старшей дочери Лялечке. Вот как она себя ощущает? Значит, ну, я буду натышнен, да, насколько она все-таки ребенок. Хотя она уже, в общем, так сказать, скоро будет, наверное, профессиональная певица. Расскажи, Лялечка, что ты поешь, и как ты поешь, и как ты вообще планируешь свою жизнь? Возьми микрофон в руку и говори. Ну, я вообще пою, как бы, такие песни, ну, можно сказать, взрослые такие. Ну, конечно, естественно. Мама пишет музыку на слова Гарсиа Лорко, это испанский писатель, да. Ну, да, Федерико Гарсиа Лорко, великий поэт. А ты поешь эти песни, да? Да, я пою, мама вообще гениально просто сочиняет. Вот, ну, конечно. Мама меня на балконе закрывает. Отлично. Ну, вообще... Ну, в общем, Лорко нам дается, в общем, так, да. Это очень здорово, что вы... А ведь Лорко был очень тесно связан с цыганами, да, в общем-то. Он, конечно, поэмый журн, он был, наверное, все-таки испанцем, но он писал, там, все, всякие там... Трагедийные очень песни. Кроваевая свадьба, там, и так далее. Кроваевая платья. В общем, у него страсть вот эта вот, да, потрясающая. На острие, на жарке. И я, естественно, Лялечка, она, конечно, маленькая, но почувствовать она может что-то. И я ей начинаю объяснять, как бы Лорко, он очень же ведь тяжелый на самом деле, да, то есть там надо понять одна фраза, чего стоит, да. Это действительно... Там еще пробные просто слова. Да, потрясающе. Я ей начинаю объяснять просто, вот ты только представь. Она говорит, мама, а эта фраза, что это такое, как это понять? А он там о цветке, например, что-то, какую-то страсть, в виде цветка там у него, да. То есть мы пытаемся как-то вот с ней разбираться, Лорко, и она это уже понимает. Ну, хорошо. А вот я спрошу такой вопрос. А что все-таки в смысле образования, там, да, знаешь ли ты ноты, да, можешь ли ты петь по нотам? Ну, я же учусь. А где ты учишься, расскажи. Я в музыкальной школе, я играю на скрипке, вот, ну, хожу. Ну, ты можешь петь по нотам, взять ноты и сразу по низу петь, да? Ну, сначала разобрать нотки надо все-таки, да. Она больше по слуху. Она не любит, да. Вот как мы с мамой сочиняем, ну, вот мама сочинит музыку, да, и говорит, Ляля, иди сюда. Вот я подхожу, и она говорит, вот спой вот, допустим, вот такую вот музыку, смотри, как красиво. Вот, я, естественно, ну, пою, вот, мне очень нравится, и вот так вот. Ну, Даня, и так ты запоминаешь. На слух. Ну, хорошо, а запись ее есть уже, она записана? Ну, конечно, конечно. Ну, хорошо, давайте, я знаю, что у вас есть такая песня «И я в нано», да? Это что, грузинская песня, да? Да, это... А кто ее автор? Это песня народная, но мы вот сочетали в этой песне две вступления. Это, значит, одна колыбельная, которую пел мне мой отец, положив царство ему небесное, положив большую свою добрую руку мне на лоб, и у меня всегда расцветали какие-то цветы, образы появлялись, когда он пел эту колыбельную. Я ее слышал всегда в многоголосии, даже вот, когда он пел. Ну, грузинская такая. Вот, удивительно, в детстве были потрясающие какие-то вот такие вот ощущения развиты. Очень важно, что в детстве тебя развили. И в память об отце, в память вообще о том, что мы, как бы, что они продолжают мой род, детки, да, мы все вместе спели эту песенку. Рада сочинила «Каркас», то есть ее представление. Да, мы... Ну, давайте, пожалуйста, только скажите, что означает слово «явнана». «Явнана», ну, вообще, «нана» – это древняя богиня любви, плодородия. И вот это... Гем, гем любви. Гем любви, да, заложенный, который передавался ребенку вот через колыбельную. Гем любви, да, заложенный, который передавался ребенку вот через колыбельную. Гем любви, да, заложенный, который передавался ребенку вот через колыбельную. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Только что вы говорили о своей любви к замечательному испанскому поэту Федерико Гарсио Лорко. Я тоже его люблю, даже когда-то что-то написал на его стихи. И действительно, Россия всегда была как-то околдована этими стихами. Хотя, конечно, мы их никогда не читали в оригинале, а всегда в переводе русском. Но, конечно, действительно, великий поэт. Я очень рад. Расскажите, как он для вас открылся? Да, это действительно было потрясающе, потому что мне настолько открылся лорко. И когда я просто взяла книгу и начала читать, я думаю, а зачем читать? Потому что с первой фразы было уже все понятно. Это чудо. И рождалась мелодия. На самом деле, да, я просто смотрела на текст и начинала уже, это уже получалось песня сразу. От начала до конца. Это бывает ужасно редко, когда состыковка идет, да, вот между композитором и поэтом. И это вообще чудо. Я даже думаю, что Рада должна была там, вот она не состыковалась во времени чуть-чуть. Я бы очень даже состыковалась. Она бы была его женой, 100%. Потому что мы лорку, обязательно этот проект сейчас... Но в некотором смысле время не существует. И сейчас мы продолжаем, как бы не просто этот проект, мы хотим, как вот просто отдельно песни. Мы хотим это выразить. Сделать грандиозно для всех людей. Есть такой хороший режиссер Виталий Павлов. Да, Виталий Павлов, вот он нам должен помочь. Я считаю, что мы должны взять... У лорки ведь есть несколько гениальных пьес. Помимо стеклов есть пьесы. Вот надо какой-то каркас пьесы. Они делают, вы понимаете, а мы хотим сделать музыкальный спектакль. Мы хотим одним сюжетной линией. Да, 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 сюжетная линия будет, да. Да, сюжетная линия, взятая из какой-то его пьес, там, и из этого делается... И каждая мелодия, каждая песня будет либо соединяться лейтмотивом, который будет динамично переплывать из... Это будет песня за песней. Давайте послушаем сейчас песню. Я так понимаю, называется «Турийский голод». Да, да, «Турийский голод». Ну, это баллад. Надо спросить было Лорку, конечно, что это... Ну, не важно. Это баллада, конечно. Хорошо, давайте послушаем эту балладу. Пуховый снег над жаркими крылами Сгибая, словно пена, Потяна. Жемчужина стынет ремеском узора, В саду, где наши губы отпылали, Погладь рукою перышко лёхоем, И снежная мелодия крылата. Ведь мир заполошит перед тобою, Так сердце от заката до заката боится, А кольцовано любовью не вымолит тебя, Моя утрата. Так сердце от заката до заката боится, А кольцовано любовью не вымолит тебя, Моя утрата. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас есть замечательный талантливый мальчик, Который, я так понимаю, играет на аккордеоне, И он тоже одна из ваших надежд. Все четверо вашей надежды. Николай Николаевич, я могу его так называть? Ник Ник. Уже у него есть сценичник. Николай Николаевич это целостно. Ник это в интернете говорит, Мой ник, у него ник ник ник. Давай ник, говори. Петь это у меня второе хобби мое. А в основном я танцую. Профессионально скажи. То есть ты учился этому по-настоящему? Да. Сейчас я в ансамбле Золотой Руно учусь. Грузинские танцы и не только. Это в Москве такой ансамбль? Да. И пою тоже. И ты играешь на аккордеоне, поешь и танцую? Да. А ты можешь одновременно играть, петь и танцовать? Я думаю, что он... Дома они могут. К этому идет, да? Я представляю так. Играет, 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 танцовать. Это нормально, да. Это будет колоссально. Конечно, да. Я чувствую, что Ник будет большим шоуменом. Я так вот вижу в нем задатки этого, да? Надеюсь. Ну хорошо, давайте пусть у нас младшее поколение немножко скажет. Ну-ка. Дадочка, дайте микрофон. Сынок, скажи. Скажи что-нибудь. Расскажи о музыке, как ты любишь музыку. И как ты себя мыслишь, вот что, о чем ты мечтаешь? Скажи о чем. Я мечтаю о музыке. Молодец. Браво, браво. Умница. Молодец. Ну и кем ты хочешь быть? Певцом, музыкантом, скрипачом, я не знаю, может быть танцором. Ты сам знаешь? Музыкантом. Браво. Молодец. Отлично. Ну хорошо. И теперь твоя сестричка пусть скажет несколько слов. Дейочка, а ну-ка. Дейочка, ну-ка, скажи. Я больше всего люблю музыку. Музыку. А на чем ты хочешь играть? На скрипке. На скрипке? А учишься на виолончели пока? Да. Ну ничего, это близко, правда? Скрипка, виолончель. Это почти одинаково. Почти одинаково, только виолончель побольше. И скрипка это больше. Молодец. А на чем играет твой папа? На альте. Правильно, конечно. Таким образом, у вас уже фактически струнный квартет есть, правильно? Да. Значит, скрипач у вас есть, выолончелец есть, альтист есть. Ну еще одного скрипача подыщем. Ах, у нас есть. Ну это маленькие растения. Собственно, да, все же уже есть. Конечно. И вот у вас будет нормальный струнный квартет. Я думаю, что в конце концов вы будете писать музыку, знаете, как Битлз писали все четверо. А вы знаете, все шест-шестеро садится и сочиняете. Да, это мы упустили, что с Лялес Кули уже имеют пару композиций. Они тоже, кстати, со семьей, да. Серьезно? Молодцы. Значит, что-то творческий ген у вас присутствует. Сильный, конечно. Замечательно. Расскажите, что у вас-то есть такое на стихи Шекспира? Есть, да. К сожалению, музыка неизвестна. Неизвестна кто, да? А как она к вам пришла, если неизвестна? Вы знаете, цыгане поют. Вот как ни странно, Шекспира. Да вы что? Да, я это услышала. Считается, как это наш человек. Да, какой-то цыган там спел великолепно. Я думаю, боже мой, сынок, я говорю, это то, что тебе нужно. Учись, потому что это Шекспир. Это настолько прекрасное творчество, да, и... Богатое. Да, это настолько великолепная поэзия. Я хотела стать скрипачом. Скрипачом? Так еще не поздно, ты еще и будешь скрипачом. Ты еще и пианистом будешь, и, я не знаю, арфистом. Все же еще впереди. Ты же еще маленькая, Саня. Не волнуйся. Все будет хорошо. Ну, давайте послушаем эту песню на стихи Шекспира. Давайте. Да. Пусть нас в любви одна связует вид, Но в жизни горечь разная у нас, Она любовь не может изменить, У любви крадет за часом час. Как осужденный право я лишен, Тебя при всех открыт, Пусть не хватит. Иди принять души, Живой поклонь, Чтоб я не плакала На честь твою печать. Что ж, пускай я так тебя люблю, Я так тебя люблю, Люблю, Что весь я твой И честь твою делю, И честь твою делю. Пусть нас в любви, Если твою делю, Живой поклонь, На честь твою. Или ты все в любви, Не память, Не пугай. А я одна из смех До всех бедных Я, честно говоря, смотрю на вашу семью и, как говорится, душа радуется, потому что, знаете, вы все такие, с одной стороны, разные, а с другой стороны, такие близкие, да, и это здорово, когда есть такие семьи, но сейчас редко бывает, чтобы было четверо детей, а это вы, может, даже еще на этом не остановитесь, какие ваши годы, вот, и это прекрасно, что у вас такая семья, и я уверен, что через несколько лет все наши телезрители услышат про семью, только как она, так и будет называться Родоник или как-нибудь, или все-таки, ну, не важно Ну, может быть, да, это будет ансамбль Родоник Ансамбль Родоник, так сказать И группа Нью Джанк В увеличенном размере, скажем так, экстеншн такой, замечательно, и я так, все-таки, я так понимаю, что у вас есть песня, которая вообще в каком-то смысле посвящена вашей маме, вот, вас четверых, вашей маме, это песня, которая так и называется «Мама», да, расскажите про нее, кто это Моя сестренка, двоюродная Олечка, Генгель, она написала слова, она обожает уже свою мамочку, и она говорит, рад, вот, я, говорит, написала слова, если бы ты только вот музыку, говорит, да, это было бы вообще просто гениально Я говорю, Оль, дай мне просто слова Вот она мне переслала из Самары, значит, слова, и у меня это получилось То есть, так же, между прочим, да, вот, вот это соединение просто получилось великолепное И когда дети поют, я даже слушаю, да, у меня сразу просто слезы грады Не из-за того, что они какие-то гениальные, или там музыка гениальна, нет, наоборот, вот именно в простоте гениальность Это эмоция, эмоция Это эмоция о матери, то есть, что мать для каждого из нас, это царица земная, правда же, вот, для каждого Вот, и там именно эти слова как бы располагают, чтобы вот просто рыдать от души И действительно молить Бога только, чтобы наши мамочки были здоровы и счастливы Хорошо, ну что же, я только могу пожелать, чтобы все было так же прекрасно и дальше в вашей семье И сейчас прозвучит эта песня о маме И на этом мы, к сожалению, с вами попрощаемся Мне от всей души желаю, что у вас и дальше все было так же прекрасно Ну что же, это была наша программа «Мелодия на память», посвященная Международному Дню Защиты Детей И у нас в гостях было замечательное семейство «Рада Мик» Удачи вам, друзья Спасибо, Леонид Анатольевич Спасибо. Леонид Анатольевич 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 Леонид Анатольевич